Привет, друзья! Давайте с вами знакомиться. Меня зовут... Ну, с кем мы еще не знакомы? Я думаю, это что со многими мы уже знакомы, но на всякий случай познакомимся. Меня зовут Владимир Симонов. Я флорист-дизайнер, я декоратор. Ну, так немножко, да, не хвастая, а просто чтобы вы лучше знали меня, да, и знали, кто я. Вот. Я призер чемпионата России по профессиональной флористике. Также, ну, в свое время я отошел от флористики, да, и больше ушел в такую направленность, как декор, да, декор крупных масштабных мероприятий. Ну, так или иначе, вся эта околоцветочная тема, да, она друг с другом смежная, и приходится возвращаться и к цветам, приходится периодически, да, от декора к цветам, от цветов к декору, в общем. Ну, и плюс все вот эти вот околофлористические, околоцветочные темы, да, они меня все время не отпускают, да, цепляют. Ну, вы сейчас поймете, о чем я говорю, потому что в данном видео, да, я вас буду приглашать и на курсы тренинги. Ну, это по желанию, опять же, никого за руки тянуть не буду, да, ну, и также хочу в этом видео с вами поговорить об упаковке. Вот, потому что упаковка с недавних пор, это моя такая большая любовь, вот, и не только лишь в ее коммерческом, да, ее, в коммерческой составляющей, да, это имеет к ней отношение. Ну, и, ну, наверное, как выражение, творческое выражение флориста, да, в основном, наверное, коммерческого флориста, потому что, ну, упаковка это все же не для конкурсной флористики, да, ну, мы с вами, наверное, изначально нужно понимать, да, вот, хотя бы разделить образно, да, флористику на конкурсную флористику и на коммерческую флористику и понимать для себя четко, отчетливо для себя понимать, да, к какой флористике ты относишься. Ну, опять же, не обязательно говорить о том, что, говорить, что я вот только лишь коммерческий флорист, да, и к творчеству имею посредственное отношение, ну, в том числе, там, не знаю, к каким-то чемпионатам, конкурсам, да, то есть оно может все комбинироваться, оно может все переплетаться, но, наверное, не нужно забывать, да, о том, что всему свое место, да, и всему свое время, потому что, если мы говорим про конкурсную флористику, то не нужно, да, конечно же, туда тащить коммерцию. В общем говоря, понимаете, да, наверняка, что в конкурсную флористику мы не можем себе позволить тащить такой декоратив, как упаковка или там декоратив, который у нас пользуется популярностью и успехом в коммерции, да, ну, какие-то там, ну, грубо говоря, да, бабочки, бусины или что-то такое, хотя это уже ушло далеко в прошлое, да, но мы это не можем себе позволить потащить в коммерцию. Точно так же, да, опять же, точно так же это относится и к конкурсной флористике, потому что многие флористы, да, вы наверняка с этим встречались, да, многие флористы, которые считают себя, но они на самом деле профессиональные, ну, они прям делают очень сильный такой вот упор на свою профессиональность, на том, что, значит, упаковка это моветон, да, что это что-то такое вот для низших слоев населения, да, ну, в общем говоря, они вот опять же тащат, вот эту вот конкурсную флористику тащат в коммерцию, и при этом это все не очень-то сильно приживается. При этом страдает очень их коммерция, страдает очень сильно их покупатели страдают, да, потому что они не получают то, что они хотят получить, а им еще часто говорят о том, что они, значит, такие вот безвкусные, значит, и малограмотные в творческой вот этой вот сфере, вот, намекая на то, что я, я здесь, да, вот, а вы просто вот стойте и деньги мне отдавайте. Ну, в общем говоря, так оно не работает, поэтому я вот с этим совсем подружился, я понимаю, что нужно отделять мух от котлет, да, и нужно разделять вот эти вот разные вещи, коммерцию и творчество, ну, отчасти, или коммерцию и конкурсную флористику, наверное, так будет справедливее сказать. Вот, поэтому я же хочу поговорить сегодня, конечно же, про коммерцию. У меня есть и про, как бы, более творческие такие, да, есть видео, много разговоров на ютубе. Ютуб мой называется флорист-пофигист, приходите, подписывайтесь, смотрите, там очень много видео, вот, все в бесплатном доступе, вот, пожалуйста, нате, черпайте для себя что-то новое, полезное, да, забирайте себе в копилочку. Вот, ну, и так как это видео я снимаю специально для своих друзей, для пассифлоры, да, вот, и, но, и учитывая это, я понимаю, да, что пассифлоры это про бизнес, да, все-таки. Пассифлоры это система учета для того, чтобы помогать делать бизнес, для того, чтобы помогать делать успешную коммерцию, вот, ну, и поэтому мы сегодня с вами, конечно же, про коммерцию. В том числе и про упаковку, почему упаковка, опять же, да, ну, давайте начнем с вами, давайте соберем, во-первых, букет, букет, и я думаю, что у нас с вами такая аудитория здесь, опять же, ну, насколько я понимаю, ну, такое немножко, если анализа включить, да, кто у пассифлоры их партнеры, да, ну, это собственники бизнеса, я предполагаю, что вы, человек, который меня смотрит, вы собственник бизнеса, либо руководитель, либо администратор салона, да, ну, то есть мы с вами на одном, об одних и тех же вещах будем говорить, потому что вы же наверняка хотите сделать вашу коммерцию еще более успешной. Если бы это было не так, то вы бы вряд ли подключили бы систему учета, необходимую на самом деле, вот, и своим подписчикам я все время пытаюсь донести, да, необходимость системы учета сопротивляются, конечно же, но для кого-то тем и лучше, да, значит, те, кто подключит быстрее, чем другие, тот будет впереди идти. Вот. Наверное, немножко, опять же, расскажу, да, как мы собираем букеты. Букет этот будет у нас не слишком, не слишком сложный, я бы сказал, такой, опять же, коммерческий, такой хороший, коммерческий, продаваемый вариант. Опять же, что касаемо профессионализма, да, что касаемо профессионализма флористов, которые работают на ваше коммерческое предприятие, да, то все-таки флористы должны быть грамотными, должны быть обученными, ну, и на это тоже нельзя экономить деньги, и времени тоже, кстати. Вот, потому что знаю я, знаете, одна такая фраза есть, которая меня в свое время очень сильно, очень сильно мне, ну, как бы объяснила вообще, вообще, что, как и почему. Ну, то есть, у кого-то там, у одного предпринимателя спросили, слушай, а ты не боишься, что ты вот сейчас вот научишь своих работников делать, да, что-то, или там все делать, а они соберутся и уйдут. Вот, кстати, это большой страх такой многих предпринимателей в цветочной индустрии, да, вот, и предприниматели отвечают, нет, я не боюсь, что они уйдут, я боюсь, что я их ничему не научу, да, и они у меня останутся. Вот, поэтому, конечно, ну, вы же хотите, чтобы двигался, да, двигался ваш проект коммерческий, поэтому, конечно, флористы должны быть у вас грамотными, образованными, ну, как минимум, как минимум, они должны у вас очень, очень хорошо, очень отработанно, да, уметь собирать именно коммерческие букеты, да. Может быть, не надо там каких-то изысков, может быть, не нужно там делать вот эти вот какие-то, ну, опять же, смотря какой у вас салон, да, может, не нужно делать какие-то там уметь им каркасы делать или там владеть какими-то разными техниками, типа маскирования там или еще что-то такое, да, вот, но как минимум, спираль у них должна быть уверенная, у них должна быть уверенная техническая связка букета, и они должны очень уверенно пользоваться у вас упаковкой. Я считаю то, что вот для коммерции, для начала, да, все остальное это уже, ну, и плюс еще там композиция, да, туда еще много составляющих входит, да, понимание, понимание расстановки материала в работе, в букете, либо в композиции, да, понимание о контрастах, о нюансах, выше, ниже, динамика, ритм, да, то есть это все туда же упаковываем в спираль, как бы, да, когда мы говорим про спираль, я считаю то, что и туда же у нас вот все вот эти понятия входят. Ну, кстати, тренинг, да, есть недорогой тренинг абсолютно, 390 рублей, по-моему, хотя в этом месяце должен он подорожать. У меня, потому что, потому что платформа на платформе дорожает цена за ее оплату. В общем, вот, это у вас Флорис должен уметь делать, это 100%, да, вот, а дальше уже все там какие-то, будем называть это повышение квалификации, допустим, какие-то дополнительные, дополнительные умения, навыки, там, каких-то новых техник, делать разные способы, делать какие-то каркасы, да, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть это уже как в процессе, так же, как мы бизнес там в процессе докручиваем с вами, да, у нас могут быть, может быть определенные какие-то выполнены уже тела, ну, как, например, мы продающий, продающий сайт там делаем, да, ну, то есть докручивать, постоянно докручивая, так же и Флористов мы можем в процессе докручивать, да, вот. Букет этот я сделаю практически такой односторонний. Опять же, я не буду его делать такой вот вертикальный, как раньше букеты, да, все делали, такая у меня кривая герберка попалась, вот, как раньше все делали, конкретно такой вертикаль такую, несколько это выглядит старомодной, ну, на сегодняшний день, вот, я немного сделаю другую форму, да, пусть у нас такой вот какой-то будет слегка рогатый. Знаете, вот корейцы на самом деле любят такие вот какие-то делать букеты, которые не очевидны в своей форме. Знаете, создается такое ощущение, как будто бы вот ваш покупатель сам пошел, такую охапочку собрал, и это очень мило выглядит на самом деле. Что такое уверенная связка, да, связка, вот вы смотрите, опять же, когда Флористы, да, ваши, или если вы Флорист сами, да, то обязательно обращайте внимание на то, какая же у вас связка, насколько она у вас уверенная, насколько у вас цветы стоят ровно там, где вы их поставили, потому что если у вас слабая связка, да, и это часто я обращаю внимание на это, да, и учеников у моих часто такое бывает, ну, периодически, вот, что, когда они завязывают, туда можно еще палец или два пальца спокойно в эту связку просунуть. Вот, чем такая связка плоха? Ну, да и всем она плоха. Во-первых, цветы крутятся, да, они не стоят там, где их поставили, они постоянно меняют форму. Ну, пока Флорист упакует этот букет, уже композиция вся поплывет, уже где-то, если группировали, то этот цветок внезапно окажется вообще в другом месте, поэтому связочка у нас уверенная, мы фиксируем наши цветы ровно так, как мы их поставили, да, какую мы им задали букету форму, для этого вот мы, собственно, и фиксируем. Как я вот сравниваю, да, с художниками, например, я так понимаю, что у художников после того, как они вот слой краски нанесли, есть какая-то вот фиксирующая, наверное, основа, чтобы, ну, или сами краски, да, они являются, вот, ну, в их составе есть какая-то фиксирующая составляющая, да, чтобы ничего никуда не уползло, да, потому что, ну, странно, когда художник создает-создает, а потом раз это все и поплыло там, и формы начало менять, да, по своему усмотрению, так быть не должно. Так, коллеги, вот у нас, в принципе, готов такой, казалось бы, несложный букет, да, но я внесу такую ремарочку небольшую, чтобы, чтобы было, в принципе, понятно, да, что при кажущейся простоте не факт, да, что этот букет будет собрать просто, потому что все равно мы должны, как флорист, да, я как флорист, либо ваш флорист, либо вы, если вы флорист, да, должны соблюдать определенные, определенные какие-то закономерности, закономерные определенные какие-то правила, да, вот, поэтому здесь тоже мы смотрим, если эта сторона у нас чуть более удлинена, да, то нарушается таким образом, да, казалось бы, должен нарушиться визуально-оптический вес, да, то есть она должна перевешивать, ну, мы уравновешиваем, мы здесь делаем такую тяжеленькую группу, и у нас раз, и оптический вес балансируется, да, встает в норму. И так во всем, да, мы смотрим выше-ниже, мы смотрим за группами, мы смотрим, каким образом распределяем, чтобы у нас были неравносторонние треугольники по букету и так далее и тому подобное. То есть в маленьком каком-то, в небольшой, да, работе при кажущемся, казалось бы, там, хаосе или беспорядке, да, присутствует обязательно, наоборот, да, присутствует такой четко выверенный порядок, который задумал профессиональный ваш работник, такой флорист. Вот, ну и давайте перейдем с вами к моей любимой части, части работы, да, к упаковке. Вот, что для меня такое упаковка? Можете ответить для себя, в принципе, да, что для вас такое упаковка? Является ли для вас упаковка только лишь, вот, материалом, скажем, ну, что такое упаковка? Это целлофан, это бумага, да, это сетка, это пленка, вот, ну и все, по большому счету. Я считаю, я считаю иначе, да, я считаю, что упаковка это более широкое понятие. Не зря, допустим, опять же, когда вы, когда вы делаете ваше предложение, да, компонуете очень грамотно для ваших покупателей, то есть это может быть и сайт, это может быть и брендинг, да, какие-то наклейки, брендированная упаковка, брендированные ленты, это может быть фасад визуальная, да, его составляющая, это может быть вывеска на фасаде, это то, как выглядит ваш холодильник в целом, да, то, как выглядит ваше помещение, и все это является, да, упаковкой вашего бизнеса. Вот, также и в букете, ну, то есть нельзя отдельно сказать, что там вывеска это упаковка, упаковка бизнеса, нет, ну, все это в совокупности, да, оно является упаковкой, да, такой вот оберткой вашего, вашей коммерческого проекта. Вот, и здесь также, да, я не считаю, что, ну, понятное дело, да, то, что можно называть бумагу упаковкой, да, но я к ней отношусь, скажем так, более, с большим пиететом, с большим уважением, я считаю, что упаковка это не только лишь материал, это еще и умение ее использовать, потому что сколько бы не стоила упаковка у вас, да, если флорист использует ее неграмотно, если она у флориста мятая, неаккуратная, ну, вы ее не продадите, да, ну, то есть, как бы, мне периодически говорят, что, а вот сколько у вас такая, наверняка это очень дорого, да, будет стоить такая упаковка, ну, друзья мои, если вы возьмете такое же количество упаковки и упакуете, как попало, то ее сложно будет продать и за 20 рублей, да, ну, то есть, никому не нужна, никому не нужна упаковка без ощущения волшебства. Да, для меня, опять же, упаковка это еще и такое лицедейство, когда вы или ваш флорист работает с упаковкой, да, то покупатель должен смотреть такой завороженный, да, и вообще не понимать, как это одно с другим переплелось, то есть, в этом должна быть какая-то такая вот волшебная составляющая, вот, и что часто бывает, да, какие самые частые распространенные ошибки, хотя я их, слава богу, все реже и реже встречаю, вот, что чаще всего мы можем наблюдать, это какой-то скотч на упаковке, это какие-то мяты, замятости, да, когда вот флористы работают, здесь мята, здесь мята, вот, это мятая лента или пластиковая лента, закрученная, не дай бог, да, ножницами, вот, это скоба от степлера, ну, то есть, все вот эти вот, вся эта кухня, все эти элементы, они вообще убивают ощущение волшебства, ну, вы согласны, да, то есть, любой обыватель, зритель, да, или покупатель ваш, он сразу же видит и понимает, ну, даже он может не анализировать этого, да, ну, подсознательно он понимает, а, понятно, здесь просто степлером все, скрепили и все, а, вот так это делать, то есть, это все просто, ну, или как бы скотч, он видит, да, этот скотч, он не думает, да, о том, что, ой, фу, там скотч, может быть, и подумает так, да, если он более или менее такой эстет, вот, ну, даже если он так не подумает, то подсознательно у него в голове, а, скотчем слепили там и все, да, ну то есть пропадает ощущение вообще что это как у что-то ценное вот это же так просто раз 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 на это степлером присобачили до этого скотча налепили и все и все готово вот но мы так с вами делать не будем вот здесь я буду использовать тишью буду использовать ищу такого вот жизнерадостного желтого яркого цвета и буду использовать пленку вот такую пленку шанель ну опять же я использую здесь по те материалы которые у меня есть продажи так как я занимаюсь опять же и оптовой продажи упаковки раз во вторых я занимаюсь обучением флористов в том числе у меня есть очень крутой курс по упаковке вот поэтому если вы хотите прокачать ваших флористов именно в навыке упаковывания до работ то обязательно приходите и вот я ссылочки оставлю моим моим партнером моим друзьям по сифлоре да я оставлю ссылочки все приходите на мастер-класс на классный вот классный мастер-класс ну и также конечно же я оставлю ссылочку на каталог с упаковкой это тоже обязательно зайдите хотя вы посмотрите ассортимент посмотрите цены потому что если есть вопросы возникают обязательно пишите я стараюсь чтобы у меня были и конкурентные цены и хорошие хорошее предложение по доставке ну я имею ввиду по ее стоимости потому что у меня фиксированная стоимость в общем говоря ссылочки оставлю заходите заходите смотрите думают что будет полезно нам всем а развиваться и расти вместе вот почему я люблю тишью за что я люблю вообще тишью тишью это такая вот такая она шуршащая такая нежная да и тишью мне напоминает всегда что сам букет это что такое вот дорогое да что это такое то что нужно бережно упаковать это как брендовая сумка до которую заворачивают опять же в брендированную тишью либо это какие-то ручной работы конфеты или свечи то есть вот все такое дорогое и ценное да я думаю вы сталкивались с этим она завернута вот такую вот нежную бумагу и это вот сразу же подсознательно отсылочка такая о это что-то вот это что-то представляющаяся ценность вот вообще в принципе каким образом мы работаем с упаковкой конечно канонизировать здесь очень сложно да и вот конкретно сказать что так мы заворачиваем вот так вот так вот так есть только лишь три правильных способа как завернуть упаковку нет вот и ну и так как у нас нет с вами каких-то вот строгих определенных правил потому что вот я часто сталкиваюсь даже что флористы почему-то думают что вот есть наверняка где-то секреты такие очень жесткие строгие правила но это все не тогда флорист работает упаковка это очень так же как и с цветами исходя из его конкретно поставленный до перед собой задачей что он хочет добиться но например какие могут быть задачи поставлен перед флористом это подчеркнуть форму букета да с помощью упаковки это увеличить с помощью упаковки объем и придать до большей значимости букет ну кстати мы всегда в принципе флорист должен работать с этим до чтобы придавать значимости даже и самым незначительным цветом да мы знаем что есть такая так называемая иерархия цветов и даже цветы низшего порядка флорист должен уметь с ними работать таким образом чтобы придать им больше значимости вот поэтому все лишь зависит от того да что флорист художник что он хочет показать свои работы ну конечно в коммерции как правило это у нас с вами что это у нас объем это максимально показать покупателю зрителю да за что он платит вот поэтому вот с такими вот в основном понятиями да мы работаем но опять же все зависит от от флориста поставленных задач перед ним так упаковку давайте мы сразу же с вами будем договоримся о том что мы и сразу же поправляем расправляем аккуратно да чтобы не было ну или если правильнее следующее было минимальное количество заломов в основании как внизу так и вверху но если еще еще нам прощает такие моменты да потому что она сверху будет еще у нас пленка то уже с пленкой нужно работать более деликатно потому что пленка уже нам не простит не такого неряшества да и все будет на ней видно так ну как вы видели здесь я использовал два листа тишью если считать мы будем с вами по оптовой цене вот если честно я не помню сейчас сколько точно она стоит ну в районе 6 рублей один лист получается но это оптовая цена само собой да там уже это вы как собственник бизнеса да вы сами решаете сколько сколько стоит ваша упаковка если у вас если ваш флорист вытворяет чудеса с этой упаковкой дата почему бы не поставить и лист x10 например вполне себе вообще упаковка упаковочный материал это наверное самый самый высоко маржинальный товар в нашем бизнесе вот как ни странно и почему-то мало кто об этом вообще в принципе задумывается вот и ну вот какое-то такое пренебрежительное отношение до к упаковке часто упаковка где-то в столе где-то вот спрятана да откуда-то и это какие-нибудь там два-три рулончик а рулоны кстати вообще не люблю потому что они все сматываются вот это ну можно ими пользоваться но лично я предпочитаю листами до листы использовать потому что видите а вот отрезает сразу место сгиба ну вот что может быть лучше когда это аккуратное полотно упаковки никаких тебе этих закручивающихся ненужных воланов так вот и часто это какие-нибудь два-три рулона или там две пачки четыре пачки ну несколько пачек разных цветов пленочки ну и все на этом да хотя если учитывать маржинальность если учитывать ее ну выгоду до выгоду торговать упаковкой то это весьма себе странно прятать упаковку вот у нас допустим упаковка висит на прям вот на стене то есть такие вот направляющие рейки да и она висит на этих рейках не вся понятное дело потому что большинство но весь ассортимент вывесить невозможно но мы довешиваем периодически довешиваем вот и люди видят упаковку люди видят то что большой ассортимент и они хотят сами попробовать а давайте вот что-то вот такое вот яркое что-то вот такое интересное леопард какой-то яркий розово-малиновый да ну то есть как бы нам не нужно уговаривать люди сами хотят ну и при этом когда на витрине опять же у нас стоит красиво упакованные работы да то ну это уже такие продающие вариант у вас не обязательно должны брать с витрины букет вы тоже понимаете да но наподобие них у вас стоять может букет шикарный букет на витрине за 5000 до например ну за 7000 за 5 за три с половиной но наподобие этого букета у у вас возьмут там по две тысячи десять букетов пока он стоит они будут приходить покупатели да и говорить ой а можно нам вот наподобие этого только вот за две а не за пять да бога ради окей ну то есть понятное дело сохраняется максимально состав чик сохраняется цветовая гамма а вот ну и упаковка такая же используется вот пожалуйста да у вас один букет продал 10 букетов пока он стоял на витрине это точно так же как скажем в декоре да все мои проекты я стараюсь их фотографировать не всегда получается то есть но не сам опять же иметь качественный пост продакшен чтобы у меня фотографировали профессиональные фотографы да и потом не скидывали фото фотографии пост продакшен для того чтобы у меня этот проект не ушел в стол понятное дело я сегодня за него заработал там эти 300 тысяч рублей да грубо говоря но но это не все что мы можем выжать с этого проекта да вот я так ушел в декор плавно просто потому что она все одно другое похоже вот я понимаю то что пост продакшен с этого проекта принесет мне еще полтора миллиона потому что я таких проектов еще у меня будут приходить и говорить о хотим такой же но только вот на такую сумму а можно вот такой же но только вот нам побольше пожирнее нужно да не здесь то же самое когда у вас стоит букет на витрине и его казалось бы не берут стоит дорогой букет на витрине это не обязательно означает то что у вас такие букеты вообще не берут потому что еще раз говорю вполне вероятно что вас таких букетов взяли уже 10 штук вот ну продолжим продолжим упаковывать здесь я опять же какую я перед собой здесь ставлю задачу до упаковывая здесь я подчеркиваю подчеркиваю форму букета то есть все вот эти вот заломы про которые я говорил мы сразу же поправляем да чтобы у нас не было страшненьких заломов ну и пленочки я считаю то что уйдет здесь тоже парочка листов промежуточные связки делать можно периодически и нужно да чтобы удобнее было работать главное конечно флорис должен всегда помнить о том что связка должна каждая последующая связка должна находиться на том же уровне на котором находится предыдущая до чтобы у нас букет в итоге не собрался в кучу но тут как бы понятное дело никаких секретов нет а у меня вообще в принципе никогда никаких секретов нет вот у вас вот она связка да и вы когда раз флорис делает до связку ниже букет раз собирается тем более если но у меня сейчас не соберется у меня достаточно там технической зелени фисташки да но если еще и технической зелени пожалели да то тогда конечно у вас букет сожмется или выше сделали тоже сожмется букет потеряет в объеме вот нам это надо нет не надо нам не нужно ничего терять в объеме вот я думаю два два листа а то и 3 может быть и 3 использую еще такой вот нюанс есть такой момент да для чего нам расправлять вот казалось бы для чего же расправлять вот каждый раз каждый последующий лист для чего его расправлять если у нас еще будет наслоение да и как бы казалось бы не будет видно вот этих вот не будет видно этих замятости но на самом деле когда флорист не расправляет пленку да она с каждым слоем сжать и сжать и сжать и и получается при этом когда каждый слой поправляется каждый слой делается дополнительный объем всегда создается и с каждым последующим слоем появляется еще больше воздуха да поэтому тоже нужно понимать для чего мы расправляем 2 или ну давайте два с половиной два с половиной листа пусть будет так ну сколько давайте опять же калькулировать да мы же с вами про коммерцию тут немножко разговариваем сколько у нас стоит один лист в среднем в среднем ну рублей 12 рублей 13 14 максимум да вот где-то так вот в таком диапазоне смотря сколько разная просто есть цена на упаковку ну примерно вот в таком диапазоне смотрите вот сразу же калькулируем да у нас с вами ушло два с половиной листа это грубо говоря 28 рублей и еще еще семь тридцать пять рублей плюс два листа тишью по 6 рублей это получается 47 рублей 47 нет 40 49 ну в общем говоря 50 рублей вот давайте вот 50 рублей у нас вот оптовая цена до закупочная цена вот на эту вот упаковку будет сейчас я вот доделаю немножко и вы сами для себя каждый сам для себя решит вот за сколько бы он бы посчитал бы эту упаковку а тем более если это еще и шанель а тем более если это тяжелый люкс друзья ну просто грех считать дешево снизу тоже нужно не забывать давать объемчик чтобы у нас все было соразмерно пропорционально да очень странно выглядит когда у вас сверху такой вот пышный объем да снизу вот таким взяли сэкономили можно было здесь и двумя листами обойтись я бы сейчас взял бы сэкономил и вот такими вот уголками бы просто бы прилепил но если честно вот я выбираю немножко другой способ хотя и это тоже мог бы в принципе быть вполне себе можно было так сделать уголками и сэкономить целых 7 рублей как в.у. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дальше вы уже сами там коэффициент наглости или другие какие-то коэффициенты коэффициент на образование флористов в общем говоря любые коэффициенты которые там могут перекрыть брак или еще что-то вот будьте так любезны я бы посчитал бы как минимум ну x5 наверное x5 x6 то есть на 5 на 6 я бы умножил да если цветы у нас x2 то здесь вот у нас пожалуйста x5 x6 x7 вполне себе приемлемо вот на опять же на некоторые материалы и поболее так что вот друзья такой вот немножко мы немножко мы с вами познакомились с кем были незнакомы пообщались чуть-чуть я рассказал вам про упаковку немножко рассказал вам про букет в общем говоря обо всем немножко поговорили буду очень рад вас видеть на своем телеграм-канале буду рад вас видеть на своем ютуб-канале они у меня одноименные называется флорист-пофедист забивайте не ошибетесь да увидите яркий логотип такой человек с желтой челкой и с цветком в зубах в общем говоря также инстаграм тоже так же вот но и оставлю ссылочку на вк вк тоже у нас будет у меня уже почти готов этот самый каталог возможно кому-то там будет удобнее заказывать упаковку поэтому все приходите всем буду очень рад всех целую и обнимаю пока-пока пока-пока Продолжение следует...